О хороших новостях. Я хочу поблагодарить директора компании «Зеленый город» Елену Николаевну Сернявскую за то, что она приняла решение отказаться от контракта по ввозу на территорию Красноярского края и ядохимикатов из Амурской области. Что касается экологии и безопасности людей, это безусловные приоритеты, которые всегда будут оставаться у меня на контроле. Хороших-то новостей мало на самом деле, Александр Викторович. Поторопился ты благодарить и расхваливать директора полигона Чернявскую. Ну а как ты, губернатор, держишь экологическую ситуацию на контроле, мы сейчас все вместе и посмотрим. После того, как мы, журналисты, общественность, экологи, депутаты забили тревогу о том, что под Красноярском на Кузнецовское плато на полигон Серебристый из Амурской области привезут 900 тонн ртуть, содержащих пестицидов, Каждый день на полигон стали приезжать проверки Роспроднадзора, прокуратуры, Ростехнадзора. Они начали проверять документацию, начали проверять условия хранения, лицензию, анализировать, а может ли вообще полигон продолжать свою деятельность или его уже пора бы закрыть. И вот в ситуации, когда губернатор держит руку на пульсе, а контролирующие органы и днем, и ночью сидят на полигоне, выясняется, что оттуда у них под носом вывезли 7 контейнеров с ядохимикатами. Если бы не красноярец, который все снял на видео, об этом бы никто не узнал. 30 марта, вот целый день возят контейнеры с полигона Зеленого города, вот такими автомобилями. Что-то вывозят. Что везут, непонятно. Вот он едет, кран. Мы кто такие? Да. Да вот я здесь проживаю. То есть, видите, а зачем вы снимаете? Ну, мне интересно, что вы возите. Ну, а что, я не могу снимать, что ли? Ну, вас же никто не снимает. Для того, чтобы хранить ядохимикаты 3-го, 4-го класса опасности, на специализированном полигоне нужна лицезия, необходимо соответствовать четким параметрам. Я уж молчу про размещение отходов 1-го, 2-го класса опасности, на что замахивался полигон серебристый. Так вот, для того, чтобы хранить токсичные отходы даже в железных контейнерах на территории специализированного полигона, необходимо предусмотреть массу экологических правил и требований. Как же поступает руководство полигона в дни этой проверки? В тихушку, но средь бела дня вывозит с полигона 7 контейнеров 20-тонников и пытается спрятать эти контейнеры с ядом в неизвестном тайном месте, в месте, не приспособленном для хранения токсичных отходов. При этом, когда руководство спросили, а где контейнеры? Ой, да не обращайте внимания, да там сорбент, ничего такого, мы их просто увезли. Но, к счастью, полиция и прокуратура отследила, куда увезли эти контейнеры и нагрянули на это место. Продолжение следует... В контейнерах обнаружены неустановленные отходы, которые подлежали захоронению. Производится их обследование для определения вида, класса опасности и объема. К проверочным мероприятиям подключены специалисты Центра лабораторного анализа, передвижная лаборатория Министерства экологии и края и сторонние независимые организации. Проверочные мероприятия прокуратурой продолжаются. Мы видим открытые контейнеры, бочки и ящики с какими-то ядохимикатами. Мы видим людей в химзащите, мы слышим, как работает дозиметр. И тут же мы видим сотрудников полиции в респираторных масочках. А я считаю, ничего удивительного. Если эти люди в погонах уверены, что эти респираторные одноразовые маски защищают их от коронавируса, то, конечно же, от токсичных выделений ртути, пестицидов и других ядохимикатов они вас тоже обязательно защитят. Здоровья вам! Ну а если без шуток, то, уважаемый генерал Речицкий, свой личный состав необходимо готовить на такие мероприятия. Необходимо выдавать противогазы и химзащиту, когда вы отправляете свой личный состав на объекты с непонятным содержимым. Вот они стоят в двух шагах от открытых контейнеров, где черт знает что. Могут ли они там надышаться ядами, отравиться, заболеть? До сту процентов могут. Но вот эта халатность и безалаберность, она у нас на всех уровнях и власти, и силовых структур. Вам не жалко ни населения, ни даже своих подчиненных. Пусть мрут как мухи, у нас людей много. Между тем, жители окрестных домов вблизи полигона Серебристый бьют тревогу. Они уже организовали свой актив. Они собирают подписи для того, чтобы закрыть полигон Серебристый. И их переживания не напрасны. Захоранивать они будут, а вот перерабатывать в ближайшее время они не смогут, потому что они не могут найти экономически выгодное решение для переработки. И мы, получается, не только мы можем пострадать. Мы на линии огня находимся первыми. На днях журналист Андрей Караулов созвонился с госпожой Чернягской, директором полигона Серебристый, и спросил, да сколько же у вас пестицидов, сколько у вас ядохимикатов на полигоне. Она ничего внятного сказать не смогла. У нас сегодня захоронено, мы не копаем, мы временно захораниваем. Так, около, по-моему, так, 3, 4, 7. Ну, там не только пестициды, там различные вещества. Я бы сейчас не могла, чтобы этот полигон занят на 2 трети. Одна треть полигона свободна. Конечно, но откуда же она знает точное количество отходов? Если они сегодня привозят 7 контейнеров, завтра увозят, там полный бардак. И кто-то за это должен ответить. А правильнее всего сесть. Ситуация на самом деле беспрецедентная. Как у семи нянек дитя без глаза. Столько контролирующих органов, и чиновники, и губернатор, и всевозможные надзорные органы. И всех их руководство полигона попыталось обдурить, поставив под угрозу наше с вами здоровье. Непонятно вообще, что происходит, и весь ли объем влазимых опасных отходов химических, собственно говоря, обнаружен. Не ушли ли они куда-либо, и не вывалены ли они где-то в каких-то, ну, в других, в другом месте. Но помимо плохих новостей с полигона Серебристый, поступают тревожные новости околополигонные, в прямом смысле. Буквально в километре от полигона нашлась стихийная свалка. И там те люди, которые добывают металл, разбирают эти помойки, нашли контейнеры с ядохимикатами. Кто-то, ребята, не довез на полигон Серебристый бочки контейнеры с ядом и бросил прямо там, недалеко от дач и недалеко от школы. Их случайно обнаружил красноярец возле Кузнецовского плато и сообщил об этом в нашу редакцию. Это пять вот таких контейнеров. Они запаяны со всех сторон с маркировкой для токсичных отходов. Нашедший канистры опасается, что содержимое баков может попасть в почву, а ведь рядом частный сектор. И боится, что сам факт находки может иметь негативные последствия и для него. Поэтому попросил закрыть ему лицо. Наткнулись, увидели открытый угол вот одного из баков. Стали откапывать в надежде на то, что это обычная мульда мусорная, чтобы на металлолом ее сдать. В итоге сперва нашли одну. Чем больше откапывали, нашли вторую, третью. Затем их оказалось пять. Ну, соответственно, испугались, на простук постукали, что они не пустые. Слово опасные отходы нашли в километре от полигона Серебристый. Друзья, явно еще преждевременно расслабляться и отпускать внимание с этого объекта все только начинается. И когда некоторые общественники, депутаты напоминают, что вообще-то госпожа Чернявская, директор полигона, в прошлом была осуждена за мошенничество и доверия к ней сегодня мало, я начинаю с этим соглашаться. Потому что, если бизнес таким безответственным образом, таким отчаянным, паническим образом избавляется от отходов, в то время как это режимный объект, и не то, что втихушку увозить и прятать от надзорных органов, необходимо наоборот увеличивать контроль, увеличивать прозрачность и диалог с обществом. А мы видим, как обычно, что нам опять вешают лапшу на уши, вместо того, чтобы реально заниматься этим полигоном. На нем пытаются пиариться. Пиарятся депутаты, пиарится губернатор. Но как бы ни получилось, что в итоге пострадают простые люди. Это YouTube канал Краснюс, я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго.